В Германии сейчас приходят соболезнования в связи с кончиной бывшего канцлера Гельмут Шмидт. Ушел из жизни в почтенном возрасте. Ему было 96. Он пятый канцлер ФРГ. Находился в власти 74-го по 82-й. Умер в Гамбурге. Каким он вошел в историю? Об этом Евгений Завадский. Лидер жесткий, но рассудительный. Так Шмидта называли все, кому приходилось иметь с ним дело. По отношению к Советскому Союзу канцлер подчас занимал позицию даже более резкую, чем Америка. Но в историю вошел как один из архитекторов политики разрядки международной напряженности и активный сторонник подписания хельсинских соглашений. Мы подчеркивали в ходе бесед чрезвычайную заинтересованность в поддержании мира в Европе и во всем мире. Нашу совместную с советским руководством заинтересованность в расширении двусторонних связей, в частности, в экономической области. Его юность прошла во времена становления нацистской Германии. В начале Второй мировой 23-летнего Шмидта мобилизуют, и он служит в зенитной артиллерии на Ленинградском фронте, где в это время против гитлеровцев сражается будущий знаменитый русский писатель Даниил Гранин. Они встретились через 73 года в Берлине, в годовщину снятия блокады. Я на целых 8 дней старше вас. Только в конце жизни мы с вами узнаем, кто кого перегнал. А жизнь после 45-го диктовала свои правила. Шмидт, освободившись из британского плена, изучает право и политологию в Гамбургском университете, вступает в партию социал-демократов и делает стремительную карьеру. Министр обороны, экономики, финансов, иностранных дел ФРГ, после чего сменяет на посту канцлера Вилли Бранта. Господин Шмидт, принимаете ли вы результаты выборов? Да, я принимаю. Два года назад Гельмут Шмидт совершил прощальное турне. Говорил, здоровье не позволяет как раньше разъезжать по миру. И нужно навестить старых друзей. В Москве особая остановка. Патриарх и мировой политики принимает лично президент. В настоящий момент Европа переживает кризис. Дела там обстоят не лучшим образом. Переживают трудные времена и учреждения Европейского Союза. Парламент не очень дееспособен. Комиссия в Брюсселе тоже работает не очень хорошо. А уж действия отдельных правительств оставляют желать лучшего. Я думаю, что в Европе после войны были два выдающихся руководителя. Черчилль и Деголь. И с тех пор качество европейских лидеров существенно снизилось. Шмидт считал, что западным лидерам нужно искать возможности для диалога. И не следует идти по пути конфронтации с Россией. А политику Евросоюза и вовсе именовал геополитическим ребячеством. Говоря о том, что Европе нужно стремиться к равновесию между Россией и США. Иначе ее ждут колоссальные потери. К слову, именно Соединенные Штаты Шмидт, не стесняясь, называл главным возмутителем спокойствия в мире. Локи, подойди ближе. Близкие особо отмечали его острый ум и проницательность. И хоть сам Шмидт именовал себя наблюдателем, давно отошедшим отдел, к его мнению всегда прислушивались как на Востоке, так и на Западе. Мне 89, я слаб и стар, но голова у меня варит, что надо. Вы довольны этим? Безгранично. Шмидт был и подлинным народным канцлером. Только он имел негласную привилегию курить в Германии везде, где это запрещено. Даже в прямом эфире ток-шоу. От любимой привычки политик не отказался, даже вопреки рекомендациям врачей. В сентябре он перенес операцию на сосудах, но несколько дней назад пришло сообщение. 96-летний пациент сильно ослаблен неизвестной инфекцией. Сегодня его личный врач поделился с журналистами печальной новостью. Гельмут Шмидт скончался у себя дома в родном Гамбурге. Евгений Завазки, Анна Шаргатова, Первый канал.